Мировая премьера нового пикапа Isuzu D-Max состоялась еще осенью 2019-го. Наконец, пикап третьего поколения добрался и до России. Японский грузовичок переехал на новую модульную платформу. Его рама стала легче, но прочнее. Что же до габаритов, то самая популярная модификация с двухрядной кабиной стала на 30 мм короче, на 10 мм шире и на 5 мм выше. Подросла на 30 мм и колесная база. Схематично подвески остались прежними, но спереди внедрены новые рычаги, сзади изменены углы установки амортизаторов, а барабанные тормоза уступили место дисковым. Еще одно новшество – рулевая рейка с другим передаточным числом. В России пикапу положен один единственный двигатель. Это модернизированный трехлитровый дизель с измененной формой камер сгорания и турбокомпрессором с электронным управлением. На выбор покупателя предложат шестиступенчатые коробки передач, механику от Isuzu и автомат i-Syn. Привод, подключаемый полный, с электромагнитной блокировкой заднего дифференциала. А вот модификации с мотором 1.9 мы не увидим. Впрочем, она у нас не продавалась и раньше. Российские дилеры Isuzu откроют прием заказов на новый D-MAX в начале апреля. Прайс-листы и подробное описание комплектаций, коих будет пять, японцы опубликуют в конце марта. Здесь мы будем пытаться держать примерно то же самое ценовое позиционирование. Мы никогда не были дешевле всех конкурентов на рынке. И этому есть ряд обоснований, ряд преимуществ. Действительно, новая модель в техническом плане, в плане опционала, в плане имиджа, дизайна стала в несколько ступеней выше. И поэтому здесь, с точки зрения ценового позиционирования, машина достойна быть среди лидеров. В обозримом будущем Isuzu привезет в нашу страну и родственный пикап урамный внедорожник MU-X, который был обещан россиянам еще несколько лет назад. Но случится это не раньше 2022 года. У нас запланирована на этот год масштабная сертификация данного автомобиля. И я думаю, что в следующем году мы уже можем полномерно подойти к продаже новой модели. Обе машины будут поставляться в Россию из Таиланда. Однако, если MU-X, построенный на базе D-Max, встретит высокий спрос, то японцы подумают о локализации пикапа и внедорожника в Ульяновске, где сегодня выпускаются грузовые автомобили марки. Субтитры создавал DimaTorzok